В защиту персональных данных вкладываются миллионы. Выскооплачиваемые специалисты постоянно настраивают сетевые фильтры и фаерволы. Во многих организациях даже записываются логи нажатий на клавиатуру. Но базы данных клиентов все равно куда-то утекают. Крутые хакеры. Нет, обычные сотрудники банка с обычными смартфонами просто фотографируют мониторы. Это элементарно. Организациям и банковским, конечно, тоже уберечь данные от воров. Весь периметр сети, от флешек до облачных сервисов, он контролируется. То есть весь трафик, который идет, его может... Для защиты от такого типа угроз пока нет ничего, кроме системы обыска при входе сотрудников в офис. Или нейронной сети от Спецлаб, которая может сигнализировать о том, что какой-то сотрудник использует свой телефон как средство фото-видеосъемки. Конечно, данный алгоритм актуален не только для банков. Но слишком много стало утекать персональных данных именно в них. А вообще, такие простые средства защиты от санкционированного сбора информации нужно ставить во всех государственных учреждениях и коммерческих организациях, которые работают по федеральному закону о персональных данных. Это колоссальный рынок, колоссальный. Все еще не просто покупается и продается, а все это перепокупается и перепродается. То есть там несколько комиссий, несколько участников этого рынка, которые раз купили, перепродали, второй раз купили, перепродали и так далее. Это десятки миллионов долларов. Тем более, что многие музеи запрещают, по крайней мере, бесплатно фотографировать их шедевры. Для руководителей режимных объектов также крайне важно знать, что кто-то на территории увлекается любительской видеосъемкой. Кроме того, система Google City может привязывать каждый факт такой незаконной видеосъемки к конкретным лицам с именами, идентифицируя их по детектору лиц. Тем более, что этот алгоритм практически бесплатен. Та же самая видеокамера, которая наблюдала за объектом, теперь наблюдает и сигнализирует о том, не снимает ли кто-то что-то на территории важного, нужного, секретного объекта. Система Google City также понимает, что имеет дело с компьютерными мониторами и четко определяет, что видеосъемка ведется именно компьютерных мониторов. Продолжение следует...